Это место омывается морем с трех сторон, но даже здесь можно было создать крестьянско-фермерское хозяйство. Так поступили в Хасанском районе. Возродили традиции и в скором времени по этим сопкам будут бегать десятки пятнистых оленей. Когда-то все здесь начинал делать Михаил Янковский, пионер и лидер в освоении земель Хасанского района. Михаил Иванович взялся за разведение пятнистого оленя. Запретил отстрел копытных, организовав крупный оленепарк. Он разработал и внедрил современные методы ведения хозяйства. Например, новая технология обрезки оленей понтов. Она позволяла не убивать животных. Таким образом, одно животное могло использоваться много раз, а поголовье оленей сохранялось. В начале 20 века стадо оленей на ферме насчитывало почти две тысячи особей. Потом настали другие времена. Животных стали нещадно истреблять. О том, что здесь были оленники, забыли. Фактически продолжателем дела Янковского стал Николай Федюшкин. Он уже завез на полуостров Суслово оленей и начал здесь активную деятельность. Сейчас идет тенденция к тому, чтобы развивать сельское хозяйство на всех территориях России. У нас просто оказалась такая возможность. Появился участок в аренде на юге Хасанского района. Поэтому решили, что здесь самый актуальный, так как здесь вокруг еще заповедная зона воды, что здесь самое актуальное открыть как раз оленник, чтобы олени жили как в дикой природе. Единственное, закрыт проход им выход на открытые территории. Вот в этом плане так как бы. Есть тенденция к тому, чтобы развивать это все в соответствии еще и с туризмом, чтобы людей привозить, чтобы люди смотрели типа экофермы такое, ну в таком направлении. Есть интерес в этом всем. Этот вопрос-то весь как бы в экологическом формате будет контролироваться полностью, чтобы не происходило тут засорение территории. Все это будет под контролем работников происходить. Есть своеобразные экологические тропы в таком ракурсе и будем как бы работать и все это развивать. А вы на себе ощутили какую-то помощь государству, когда вы создавали весь свой бизнес? Это же не первое ваше направление, которым вы занимаетесь. И отдыхом организуете, да, и еще выездом в массу у вас направлений. Вот. Не ощутили на себе какую-то помощь государству? Ну не то, что помощь как бы. Мы просто стараемся действовать в правовом поле, как говорится, чтобы у нас не возникало, наоборот, не возникало, как говорится, проблем с законом и со всем. А так, в принципе, в особой помощи как бы не нуждаемся. Идет процесс просто развития бизнеса общего нашего, да и все, в разных направлениях бизнеса. Вот и стараемся в этом ключе как бы работать. Перспективная территория сегодня, Хасанский район. Нужно ли сюда вкладывать деньги? Не проще ли было в другие районы Приморского края вложить? Почему вы вкладываете именно сюда свои деньги, средства? Ну потому что здесь, дело в том, что я здесь живу, в Хасанском районе, и всю свою сознательную жизнь прожил. И весь бизнес у меня построен в Хасанском районе, в Зарубинском поселении. Вот сейчас вышли вот с этим, как говорится, проектом в Хасанское поселение. Поэтому, как бы, ну другой перспективы не видим пока куда-то уходить из района. Так как, я говорю, все и дети здесь живут, и я сам живу, и ну все вокруг Хасанского района происходит. Поэтому у нас здесь живой интерес, и мы здесь занимаемся бизнесом. Крестьянско-фермерское хозяйство Хасанское находится на территории Дальневосточного морского биосферного заповедника Девуоран. Появление здесь нового вида деятельности стало серьезным барьером для браконьеров. Это раньше инспекторам заповедника нужно было 2 километра в сопку подняться, обратно спуститься, сесть в лодку и отправиться в рейд. Теперь все по-другому. Николай Федюшкин сам заинтересован в том, чтобы все было здесь на законных основаниях. В помощь инспекторам – быстроходные катера и людские ресурсы. Сложные погодные условия, сильный ветер, снег и мороз не должны стать причиной для отмена рейда. Как бы ни было сложно, инспекторы в ежедневном режиме выходят на защиту акватории Дальневосточного морского заповедника. Совместная работа дала результат. В светлое время суток браконьерских лодок не видно. Любой факт можно интерпретировать по-разному. Дело в том, что помощь никогда не бывает лишней. Никакая помощь не бывает лишняя. В данном случае мы видим то, что видим, имеем то, что имеем. То есть, когда действительно прессинг браконьеров снижается благодаря такой помощи. Насколько сложная сейчас ситуация в Дальневосточном морском заповеднике, на ваш взгляд? Много ли браконьеров и куда уходят эти все ресурсы? Это тот же Трепан. Поскольку для стран АТР, Азиатско-Тихианского региона, это является, в принципе, интересным ресурсом. Ну, в рамках восточной медицины и просто для еды. Куда он уходит, я не могу сказать, поскольку не знаком с дальнейшим движением ресурсов ВБР. А что касается прессинга браконьеров и тяжелой обстановки на территории заповедника. В заповеднике все достаточно хорошо, все развивается, все эволюционирует. И вот такая организация работы, которая идет, это один из показателей улучшения качества работы сотрудников заповедника. И совместной координации действий администрации заповедника, в частности, директора заповедника, с обществом. Когда реально общественники начинают нам помогать активно. Естественно, они не имеют каких-то определенных административных прав, правоприменения. Но для этого инспектор каждый раз и находится в данном катере. Не страшно? Нет. Ну, то есть, откуда берутся силы выходить там, ну, не бояться браконьера? Это где научились-то? Закончил биологический факультет, потом стал охотоведом, потом работал в Федеральной службе по надзору в сфере продопользования. Потихоньку научился. Ну, собственно, у каждого из моих коллег такая история. Поэтому мы пришли сюда и здесь работаем. Как только началась помощь инспекторам, начались проблемы. В одну из октябрьских ночей два катера Николая Федюшкина были обстреляны. Вот, 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 вот такие обстрелы. Потом вот, туда прям попали, стекло выпили. Расследованием занялась полиция, а Николай продолжил бороться с браконьерством. Случайных людей на катере нет. У всех своя роль. За каждым мысом, за каждой скалой может скрываться потенциальный браконьер. Выходят браконьеры ночью. Думают, что под покровом темноты останутся незаметны. Но раз за разом попадают в сети, выставленные инспекторами. На кадрах любительской съемки водолаз, который, рискуя жизнью, не хочет выходить из воды. Не поддается ни на какие уговоры инспектора. Протокол, все, скинул ты все, успел. Если он подойдет, он с бортом простреленным уйдет. Помогать инспекторам Николай Федешкин решил после того, как начал развивать в этих местах олене хозяйство. Те, кто работает на кордоне, не только за дикими животными присматривает, но и вовремя сообщает данные о тех, кто оказывается в этих местах незаконно. Подобное нарушителям не нравится. Вот и подвергли скатера обстрелу. Во-первых, это не какая-то чрезвычайная ситуация. По нашим госинспекторам стреляют, стреляют регулярно, таранят лодки, пытаются всячески воздействовать морально, запугивают. Но мы держимся. Стараемся по мере сил противостоять браконьерам, хотя, конечно, они превосходят нас технически, превосходят организационно. По сути дела, это хорошо организованные преступные группировки, причем с выходом на международную организованную преступность. Я об этом говорил много раз, на всех уровнях говорил об этом. Но, к сожалению, как-то не очень двигается в нужном направлении и снабжение заповедника. А то, что произошло здесь, ситуация понятная, нестандартная. Ситуация чрезвычайная, поскольку речь идет о угрозе жизни людей. Но ситуация эта, с одной стороны, возможно, и привлечет внимание к нашим проблемам. Поскольку, знаете, как в России, пока жареный петух не клюнет в одно место, никто и не работает по данному вопросу. Или, как говорится, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Поэтому внимание к таким ситуациям для заповедника я не считаю, что это плохо. Возможно, это будет и лучше. Чем больше люди знают про наши проблемы, тем меньше будет каких-то секретов, подозрений, меньше будет нехороших слов в заповедниках. Мы, поверьте, стараемся честно выполнять свою прямую функцию по охране территории. Мы находимся сейчас в бухте Калевала, на берегу бухты Калевала, где буквально в этом году было организовано оленеводческое хозяйство. Это крестьянско-фермерское хозяйство Федюшкин Николай Михайлович. Я считаю, это просто замечательное событие, потому что все, кто читал книжки Янковского, знают, что раньше Приморье это было огромное количество оленеводческих колхозов, которые сейчас пришли в упадок, практически ничего не осталось. И я вижу в этом зарождение, это новое развитие, да любое хозяйственное действие. Понимаете, это, во-первых, само по себе красиво. Представляете, когда-то на этом полуострове Суслова будет ходить стадо красивых, прекрасных, пятнистых оленей, которые и туристов будут привлекать, и само по себе это и развитие сельского хозяйства в Хасанском районе. Это рабочие места для жителей Хасанского района, которых так им не хватает. И это подспорье нам в охране заповедника, поскольку наши партнеры нынешние, оленеводы назовем их так, они нам оказывают неоценимую услугу. Они всегда на нашей стороне. Помогают нам охранять заповедник, предоставляя свои плавсредства, предоставляя здесь, в своем пункте охраны, место для госинспектора, который может в нужную минуту сообщить на пост, и выйдет наша лодка. У нас прекрасные пока сложились отношения. Мы друг другу помогаем, и вместе делаем нужное и важное дело. Разрулить вот эту ситуацию, как, вы думаете, получится в ближайшее время, чтобы все-таки люди на этой территории нормально занимались развитием хозяйства? Я не вижу никаких препятствий для этого. Вся эта деятельность происходит в рамках закона. И это нужно только поддерживать и всячески помогать. Воздействовать на Федюшкина пытались и так называемым административным ресурсом. Отправляли письма чуть ли не Владимиру Путину. Причем, кого только подписи в этом самом письме не стояли. Казалось, что все инспекторы ополчились на Николая Федюшкина. Но когда разобрались, спокойно и без эмоций выяснили, что инициатора обращения Игоря Бондурчука в заповеднике давно не видели. Еще часть подписантов инспекторами не работают. А те, кто при должности, написали рапорты, что никакие подписи они не ставили. С каждым обращением уже разобрались. Да и сам предприниматель о ночной стрельбе уже рассуждает спокойно. У нас, в принципе, принципы такие же. Просто мы со своей коммерческой точки зрения по оленнику, так как у нас предприятие частное, но мы должны взаимодействовать. Так как здесь находится акватория заповедника морского, поэтому мы, в принципе, обязаны им помогать. И у нас с руководством договоренности, чтобы мы в плане охраны им помогали в этом. Так что тут, как сказать, правильнее-то. Просто наш долг все это делать. Сильно сложно было вот именно в этой ситуации начать заниматься. Не боялись ли вы это все? Ну, и не столкнулись ли вы с огромными трудностями со стороны браконьерского сообщества? Да, особо как бы боязни никакой нету, поэтому тут ничего страшного нет. Просто помогаем рабочие моменты, да и все. Помогаем инспекторам в этой ситуации во всей. Так что просто наш долг и обязанность все это делать. А вот то, что стреляли по катерам? Ну, что, у людей, наверное, не знают, за что они это все делают. Ну, я думаю, что следствие разберется в этих всех моментах. Кто стрелял, куда, что. Так что подождем. На воде результат совместной работы уже виден. Скоро его увидят и на земле. Олени, которых завезли на территорию полуострова Сусового, размножатся. И их смогут наблюдать все те, кто зайдет в Дальневосточный морской заповедник на законных основаниях. Еще одна территория, где активно рейдуют, Лазовский район. Одна оперативная бригада станет под одним полем, будет там дежурить. Вторая оперативная бригада с вашим участием встанет в постовое поле. Ночной рейд начинается стремительно. Оператор не сразу успевает настроить камеру. За рулем Вячеслав Кащеев. Опытный охотник, а с недавних пор еще и инспектор. Добывать зверя в этих охотугодьях нужно по правилам. Вот и отправляется Вячеслав в составе группы в рейды по ловле браконьеров. Мы подъехали на место, да, сейчас вот там будет находиться дорога, здесь недалеко. У нас дороги будет не видно, а мы зато будем все видеть, потому что машины же с фаями идут, да. На этот раз охотники засели глубоко в полях и лесах. Стоя на одном месте, нарушителя не заметишь, документы не проверишь. Нужно перезислоцироваться. В лесу дорог нет, одни направления. Инспекторы даже выходят из машин для того, чтобы дополнительно осветить себе путь. Трудно, но надо. И это дает результат. В лесной чаще обнаружена машина. В ней охотник. Оружие у вас имеется при себе? Перейдите, пожалуйста, оружие посмотрю. Оружие зачехлено, документы в порядке. Охотник только готовится к кромослу. В тайге решил переночевать. Инспекторы идут дальше. Спускаемся к реке. Здесь кордон. Круглосуточно смотрят за теми, кто решил половить рыбку в чистой воде. Суровые бытовые условия не отпугивают. Природу ведь нужно не только в лесу охранять. Приходится воевать. Идем и ночью. Сегодня два милосыка приезжали. Коля пошел туда свистит. Кручками кидают. Выдергивают. Да, выдергивают получше рыбу. Здесь, на кордоне, удается задержать нарушителей. Жители села Голосковка приехали снять сети, но попали в руки инспекторов. От орудия Вова отказываются в том, что нет разрешающих документов, вины не чувствуют. Считают, что прожить в деревне можно только промыслом. Пусть и незаконно. Таким запрещено, как мы, простые работяги. Нам все запрещено. А кому разрешено? А у кого миллионы? Нет, ну понятно. Вы видели тут таких людей. Эти охот-угодья находятся вблизи нескольких сел. И такая браконьерская философия у многих жителей. Но все-таки большинство за лицензионную охоту по правилам. К таким и отношение другое. Создают условия для добычи зверя. Делают подкомрачные площадки. Здесь выкладывается соль для копытных животных. Таких точек на каждом поле. И выкладывается за сезон несколько тонн соли. Сейчас в тайге снежно. Это подспорье как для браконьера, так и для инспектора. Первые будут видеть вслед зверя. Вторые – тропу нарушителя. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok